Привет, я Света Примак, редактор проекта «Подвиги». И вы слушаете 18-й выпуск подкаста «Подвиги обычных людей». Наш подкаст — это беседы со смелыми, бесстрашными и просто неравнодушными людьми. Героем этого эпизода станет учительница начальных классов Наталья Шагулина из Перми. Три года назад она защитила своих учеников от подростков с ножами, а сама получила 17 ножевых ранений. Наталья Шагулина работает в Пермской школе более 20 лет. Каждый ребенок для нее уникален. Но с судьбой 29 ребят из 4-го Б, ее судьба уже несколько лет связана особенно крепко. В январе 2018 года в школу номер 127 в Перми проникли два подростка с ножами и ворвались в класс к Наталье Шагулиной. Ну, если честно, вспоминать об этом очень трудно и тяжело. Тем более, что как бы вспоминать там все произошло очень быстро, очень стремительно. С учетом того, что состояние мое тоже было потом не идеальным, может быть, что-то у меня сейчас не так складывается, как было на самом деле. Но расскажу то, что я помню без всяких приукрашиваний. Мы занимались первую смену, был январский денек, как обычно, начало недели, понедельник. Некоторые школы в этот день только выходили с каникул. Мы как бы учились, получается, уже несколько дней. В понедельник провели два урока, пошли кушать. После того, как покушали, вернулись в класс урок технологии. Прошло, может быть, минут 10 от начала урока. Я стояла в середине класса, мы с ребятами обсуждали, чем мы будем заниматься третьей четверти на уроках технологии. В это время открылась дверь в класс. Ну, чисто интуитивно, я только услышала, что она открылась. В класс зашли со стороны спины, голову прижали у меня к партии, нанесли несколько ударов. Я думала, что сначала я не поняла и вообще даже не предполагала, что это может быть холодное оружие. Некоторые ребята в тот момент подумали, что это вообще розыгрыш, потому что никто даже не предполагал, что такое может быть в шкуре. Надо сказать, что мы учимся на третьем этаже, и о том, что вот так вот могут пройти подростки какие-то с ножами в это время, ни у кого даже вообще в мыслях о реальных событиях таких не было. Но когда дети увидели кровь, они, конечно, очень сильно испугались и закричали, что нас убивают. Сколько ударов фактически было нанесено, я не знаю. Не считала тогда, но только то, что голова была повреждена. Наталья чудом оттолкнула нападавшего и приказала своим ребятам бежать. А потом посмотрела на выход и увидела, что там у двери на корточках и с ножом в руках сидит второй парень. И возможности выбежать в коридор у детей нет. Ребята кричали так, ну, я не знаю, не дай бог никому, конечно, из вас этого услышать и пережить. В классе было 29 детей, четвёртый класс, то есть в среднем 11 лет. Я пошла на этого молодого человека как бы вперёд, чтобы он либо открыл дверь, либо ушёл. Но как бы тогда вообще не принимали никаких способов и вообще других, что что-то может произойти. Но, видимо, мой вид в тот момент страшный такой, что вся я была в крови. Может быть, он сам как бы понял ужас всего того, что произошло. Может быть, тогда он ещё не предполагал, что будет на самом деле. Он из двери ушёл. Дверь мы открыли. Некоторые дети выбежали, не все в раз из класса. Выбежали в коридоре, они начали кричать, что нам делать дальше. Я говорю, бегите вниз, бегите на первый этаж. Там есть старшие, взрослые люди, которые вам помогут дальше сориентируют, что делать. Наталья вернулась в класс. Оставшиеся дети метались по кабинету, кричали. Некоторые были в крови. Когда я понимала, что нужно сделать всё, чтобы как можно быстрее детей вывезти оттуда. Как это делается? Как ведут себя люди в этих ситуациях? Никто никогда ни на каких курсах, естественно, нам не рассказывал. Никогда дипломы нам вручали. Никогда мы проходим какие-то курсы переподготовки. Когда мы говорим о чрезвычайных ситуациях в школе. Мы знаем алгоритм, как выводить детей. Какие есть у нас выходы эти эвакуационные. Но такая ситуация, которая произошла в тот день, она никогда никем не прорабатывалась. И как правильно себя вести, только чисто интуитивно ты это понимаешь. Потому что когда уже в реанимации я пришла в себя, доктора задавали мне такой вопрос. Почему вы не взяли в руки, допустим, стул, не начали оброняться? Я говорю, вот вы знаете, вы взрослые люди, вам легко сейчас говорить об этом. Тем более, что вы уже несколько дней, тут уже прошло после всего этого. У кого-то было время на обдумывание чего-то, как можно было себя защитить, как можно было помочь себе в этой ситуации. Надо учитывать, что дети всё-таки маленькие. Четвёртый класс — это всё-таки дети маленькие. Я думаю, навряд ли кто-то из них дома тоже когда-то слышал от родителей, что если в школе такое будет, ты вот так вот так должен себя вести, так-то себя сохранить, оберегать и так далее. Поэтому, конечно, как-то действовать правильно, неправильно в тот момент. Мы об этом не думали. Мы думали только о том, чтобы убежать отсюда скорее, покинуть вот это помещение и выбежать куда-то туда, где действительно нам помогут, нас спасут и так далее. Только бегство, только вот такое спасение. Наталье удалось вывести из класса всех детей. После этого учительница спустилась вниз и рассказала охраннице, что на 4-й Б напали двое подростков с ножами. Пока вызвали экстренные службы, Наталья дошла до кабинета врача и начала терять сознание. Здесь же оказывали первую помощь ее раненым ученикам. Сначала женщине показалось, что их человек 5. О том, что пострадавших детей гораздо больше, она узнала только через сутки в больнице, когда пришла в себя. Некоторых детей из поликлиники забрали, потому что туда тоже убежали двое моих детей. Один из них был тоже раненый мальчик. Ну вот эти вот следы, как дети шли, вот эти кровавые дорожки, даже вот я видела, когда спускалась. Один вообще как бы бежал, у него обувь, один туфель спал с ног. Я еще так посмотрела на лесенках и думаю, вот золушка у меня какая-то где-то бежит. Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений. Из 29 детей в больницы попали 15. Один ребенок был доставлен в больницу Москвы и лишился глаза, несмотря на усилия врачей. Ну дети, понятно, что лежали в детской больнице. Им там оказывалась сестровая помощь. У всех у нас ножевые ранения. Вот из ребят, допустим, одно ранение, у некоторых по 6, по 7 ранений тоже. Большая часть ранения у всех голова, голова, шея, уши. Даже когда я потом вышла на работу, и они выходили к доске и начинали отвечать, я смотрела на них, я говорю, надо же как. Ну что, видно было, что рука одного человека работала. Потому что у нас абсолютно как бы вот... Понятно, что они хоть и расточком поменьше, но вот знаете, такие удары как бы уже не спонтанны. Человек, который наносил эти удары, он где-то уже как будто бы отрабатывал эту технологию. Потому что, во-первых, вообще понять, что нападать нужно на детей, на взрослого человека, нанося именно удары в область головы, шеи. Это не просто так придумано, да. Изначально уже понималось, что не было их целью сделать так, чтобы кто-то выжил в этой ситуации. Но они выжили и вернулись к привычной жизни. С первых часов с детьми и взрослыми работали психологи. И специалисты медицины катастроф, и специальные службы. Была и групповая, и индивидуальная терапия. Ребята, которые в школе оставались с ними, постоянно работали психологи. Приходили и на уроки, и с уроков их как бы забирали. Работали с ними очень много. И многие дети, уже выйдя на учёбу, продолжали индивидуально с психологами работать. Надо сказать, что некоторые всё лето даже посвятили до сих пор, ну, первый вот этот вот год, всё лето занимались психологами. Психологическое сопровождение было. Быстрее вернуться к прежней жизни помогала поддержка друг друга. Наталья Шагулина, её семья, ученики, их родители нашли силы, чтобы сплотиться, остаться вместе и закончить четвёртый выпускной класс в полном составе. Пока я была на больничном, я приходила несколько раз к ним на уроки. В больницу они мне присылали постоянно какие-то свои поделочки, рисуночки, фотографии, видео, рассказывая о том, как они скучают, как им не хватает меня. Конечно же, что могла, я тоже им передавала привет, разговаривала с ними, их поддерживала всячески. На больницу, конечно же, я никому не разрешала заходить, потому что я боялась, чтобы они ещё лишний раз не напугать их. Но нам повезло вместе ещё до того, как я вышла на работу, мы вместе поправляли своё здоровье на курорте. Там они меня как бы увидели, уже пощупали, потрогали, и как бы уже не так они потом боялись моего такого вида. Но тем не менее, когда я вышла уже в четвёртую четверть на работу, они все были в классе. Большое им спасибо за это, что они нашли в себе силы, никто из них из школы не ушёл. Все остались преданы нам, но тем самым доверяя, видимо, и понимая, что это место, где всё-таки им будет лучше. Прошло уже три года. Сейчас эти ребята учатся в седьмом классе. Но общение со своей первой учительницей не прекращают. Эти отношения уже не просто учители-ученики. Это нечто большее. Они прибегают до сих пор. Мы с ними до сих пор очень много времени проводим вместе, общаемся. Ну, наверное, сейчас наша жизнь уже будет всё время так. Они и я приходят, жалуются на других учителей, на свои какие-то проблемы. Мы иногда друг на друга. Ну, это жизнь. Это бывает всегда так. Эта ситуация стала испытанием не только для Натальи Шагулиной, но и для её семьи. Конечно, это мы всё прокручивали. И мы-то до сих пор как бы не понимаем, как так всё, слава Богу, закончилось. Не так, как могло бы быть. Мы же тоже как бы люди с интеллектом, так скажем, и понимаем, чем бы могло бы это всё самое страшное закончиться. Поэтому сказать, как они пережили всё это время, я не знаю. Только то, что вот я говорю, сын и муж были каждый день у меня, дочь по выходным. Мама тоже как бы вот спустя выписки из реанимации была у меня, что творилось в её душе. Спустя время за спасение учеников Наталья Шагулина получила медали за отвагу и за доблесть и отвагу. Да, они у меня хранятся. Я говорю, своим внукам я буду показывать их тоже. Носить я их не ношу почти. Не знаю, может быть, потому что, когда я их держу в руках, я вспоминаю, за что и чем они достались. Это во-первых. Во-вторых, как бы хвастаться тоже некрасиво. Я всё-таки учитель. Как бы основное моё предназначение — учить детей, а не ходить тут, рассказывать всем какой-то герой. Нападавшими оказались выпускник и старшеклассник этой же школы. Суд приговорил их к 9 и 7 годам лишения свободы и выплате 8 и 5 миллионов рублей пострадавшим. Что стало причиной той трагедии, Наталья до сих пор не знает. Она уверена, что ответственность за воспитание детей лежит в первую очередь на родителях и семье. Когда мы были на судебных заседаниях и узнали о жизни этих двух подростков, которые пришли к нам в класс, нам стало страшно, что, оказывается, проблема-то ведь не столько, скажем, в школе была, что, допустим, их не понимали или ещё что-то. Самое страшное — это выяснилось то, что в семье у детей не всё было благополучно. И именно вот эта вот ситуация в семье, а, к сожалению, сейчас наше время, когда родители в основном говорят о том, что я должен зарабатывать деньги, я должен больше быть на работе, очень мало уделяют внимания разговору с детьми именно, так скажем, по душам, узнать, что у него там внутри делается, чем он живёт, ребёнок, а тем более подросток, когда он начинает закрываться, начинает уходить в себя, и какие-то мысли у него появляются. Родители тоже так, вроде бы там, но всё благополучно, учится ребёнок, учится хорошо, если ещё тем более, так слава Богу. Вроде бы они даже и не знают своих детей. Получается то, что всё это из семьи. Мало уделяем внимания своим детям, мало с ними разговариваем, мало знаем их внутренний мир. Если бы, конечно, этого бы не было, может быть, и дети бы наши не были такими агрессивными. А дети это видят, что они не нужны, к сожалению, иногда бывают своим родителям. Может быть, он бы и пришёл, бы и посоветовался в тот момент, когда у него это бы, допустим, его только начинало возникать мысли, а родителей в этот момент не было дома. Поэтому вот такое поведение и агрессивное потом на детях опять же сказывается. Семья — это в первую очередь. Этот эпизод создан при поддержке Института развития интернета. А героем следующего выпуска станет параспортсмен Михаил Асташов. Он родился без рук и ног, но стал победителем паралимпийских игр в Токио в 2021 году. В двух велосипедных гонках он впервые в истории России взял золото и установил мировой рекорд. О том, как Михаил шёл к победе и какие эмоции даёт ему спорт, расскажем в следующем выпуске. Также вы узнаете, как Михаил научился бегать, плавать и ездить на велосипеде на протезах. А ещё простил своих родителей, которые отказались от него после рождения и вернулся к ним в семью. Чтобы не пропустить этот эпизод, подписывайтесь на проект «Подвиги» во всех соцсетях. Ссылки вы найдёте в описании выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok